Добрый вечер. В эфире, без привлечения, самая полезная передача телеканала Репортер 73. Будь здоров. И я, доктор Владимир Малинин. Смотрите передачу еженедельно по вторникам в удобное для вас время в 19.30. Подарок на всю жизнь. Именно так врачи говорят про такое заболевание, как подагра. И не без оснований. Вылечить до конца подагру и впрямь невозможно. А вот добиться стойкой ремиссии вполне. В России нет точной статистики по количеству больных. Но считается, что их не менее миллиона. Просто большинство не обращается к докторам, не проходит диагностику, пуская течение грозного недуга на самотек. Новая волна интереса к подагре захлестнула страну совсем недавно. После преждевременной смерти певицы и телеведущей Юлии Началовой. Так что тема нынче в тренде. Ну а мы посвятим ей рубрику «Век живи». Нетипичная картина. В 16 Григорий познакомился с подагрой. Нетипичная, поскольку страдают этим недугом, как правило, люди старше 40. Этому молодому человеку болезнь досталась по наследству. Дабы избежать обострений, даже сменил место жительства. Да, связано с сменой времен года, с климатом, в котором я живу. Я раньше жил на севере, переехал сюда, у меня были проблемы с суставами. И обострение чаще всего происходит осенью или весной. Итак, подагра – это системное заболевание, которое поражает не только суставы, но и сердечно-сосудистую, мочеводелительную и другие системы организма. Характерная особенность – образование тофусов, крупных скоплений солей, мочевой кислоты под кожей, в костях, почках и прочих органах. Болезнь описана еще в Древнем Египте. В настоящее время среди ее пленников десятки миллионов человек во всем мире. Чаще это мужчины плотного телосложения, поклонники диванного досуга и пенных напитков. Ревмошкола такая тоже существует, и преподаватели ее, врачи-ревматологи, ведущие специалисты по лечению подагры, провели запоминающиеся уроки для ульяновских медиков и пациентов. Знакомьтесь, Ольга Владимировна Желябина и Максим Сергеевич Елисеев. Максим Сергеевич, вот я знаю, что подагой страдали очень многие великие люди человечества, начиная там с Оксана Македонского, Ньютон страдал, Пушкин, Петр Первый. И генетики выявили даже какой-то, так сказать, тип, генетический, подагрический тип, да, который связан вот как раз с гениальностью. Ну, насколько это соответствует действительности? Наш соотечественник, ученый, великий ученый генетикой Фрэмсон, он даже книгу написал о гениях, страдающих подагрой. И по его данным, порядка 20% из известнейших людей, философов, поэтов, ученых, политических деятелей страдали этим недолгом. Подагра атакует внезапно. Человек ложится спать в полном здравии, а просыпается с припухшим красным горячим суставом. Чаще поражаются нижние конечности. Пропустить такое невозможно, это нестерпимые боли. Исчезают они столь же внезапно, как и появляются, но со временем светлых промежутков становится все меньше. Доктор, скажите, пожалуйста, а вот есть ли какие-то ранние симптомы, по которым можно определить, что вот подагра уже начинается, перевела еще к каким-то осложнениям, и вот заподозрив на самых ранних стадиях, естественно, я понимаю, что и лечить такую болезнь легче. Последние исследования показали, что вот эти кристаллы ночевой кислоты могут находиться в организме еще до того, как болезнь манифестирует острым приступом артрита, воспаление в суставах. И это обнаруживается где-то у четверти пациентов. То есть, если мы посмотрим специальными методами исследования, это ультразвук банальный, это специальный метод, двухэнергетическая компьютерная томография, дорогой, пока в мире использующаяся не так широко, эти кристаллы можно находить, как я уже говорил, у значительной части пациентов, у которых еще не было острого приступа. И, может быть, именно тем пациентам, у которых это будет найдено, мы будем назначать лечение еще до того, как болезнь дала себе знать. Насколько я знаю, болезнь хроническая и требует пожизненного лечения. Но вот какие-то, так сказать, методы существуют, которые позволяют людям мирно как-то жить с этой болезнью? Болезнь, в отличие от большинства других ревматических заболеваний, легко контролируется. Как я уже говорил, если уровень мочевой кислоты высок, то образуются кристаллы. А если мы его снизим до того порогового значения, где не из чего будет этим кристаллом образовываться, подагра исчезнет полностью. И даже в самых тяжелых случаях, когда будут поражаться и внутренние органы, и костные структуры, и когда мочевая кислота будет разрушать наш организм, всю ее реально рассосать. Заболевание хроническое, лечение пожизненное. 90% пациентов избавляются от проявлений подагры благодаря назначенным препаратам, снижающим уровень мочевой кислоты. Также требуются диеты, лечебная физкультура и здоровый образ жизни в целом. Справедливости ради есть группа больных с так называемой резистентностью, устойчивостью к лекарственным средствам. У них болезнь прогрессирует. К этой категории относилась и недавно ушедшая от нас певица Юлия Началова. К слову, доктор Елисеев консультировал звезду. К сожалению величайшему, многие женщины, и более того, у меня даже есть некоторые знакомые врачи, которые используют это в своей практике, рекомендуют для лучшего, скажем так, внешнего вида снижать вес путем назначения мочегонных препаратов. Основные мочегонные препараты снижают вес путем выведения жидкости. И работа происходит на уровне почек, который активирует процесс обратного всасывания мочевой кислоты, реабсорбции, если такой есть научный термин, будет уместен. И вся мочевая кислота остается в организме. Ее становится все больше и больше. В случае Юлии, это как раз тот случай. На протяжении нескольких лет это были высокие дозы мочегонных препаратов. Сколько вообще теми методики, которые применяются в России, соответствуют уже мировым, европейским стандартам? Мы применяем достаточно современные препараты или как-то еще по старинке лечим водогру? В настоящий момент, по крайней мере, 5-6 препаратов новых в мире исследуются. Некоторые из них уже недавно зарегистрированы, которые могут помочь нам в борьбе с недугом, по крайней мере, тем пациентам, у которых есть резистентность к терапии обычными препаратами. Ну и, наконец, есть федеральный центр Институт ревматологии, где самые тяжелые пациенты со всей страны могут аккумулироваться, и мы будем подбирать им терапию даже в тех случаях, в котором обычные врачи общей практики могут быть бессильны. Поэтому, если есть возможность, а это легко, форму 057У направлять в наш институт пациентов, где мы будем оказывать помощь адекватную и пытаться помочь каждому ревматологу. НИИ ревматологии имени Насоновой находится по адресу. Город Москва, Каширское шоссе 34А. Телефон справочной службы плюс 7 499 614 39 65. Представьте, 9 месяцев волнений и ожиданий. Затем сами роды. И вот родные и друзья уже строчат сообщения, обрывают телефоны, чтобы поздравить. Но на свет появился ребенок с отклонениями от нормы. Особенный малыш. Первый родительский вопрос – что делать? И кому бежать? Где помогут с точной диагностикой и прогнозами? И кто поддержит семью в психологическом плане? На какие финансовые дотации можно рассчитывать и как выстроить верную в таких случаях модель поведения? Даем подробную инструкцию в рубрике «Планета семья». Если на свет появился ребенок с проблемами здоровья, то первые несколько недель он, как правило, проводит в больничных стенах. За это время медики могут установить и огласить родителям диагноз, а иногда это происходит значительно позже. Вопрос номер один – что делать, если диагноз уже известен? Специалисты рекомендуют поискать в своем же населенном пункте родительское сообщество аналогичного профиля. Его участники в большинстве своем – мамы и папы, детей с тем или иным заболеванием. Они помогут информационно и поддержат психологически. Вместе легче. В Ульяновске активно действует объединение людей с синдромом Дауна «Я не лишний». Изучайте сайт sunkids.ulregion.ru Смело заявила о себе и родительское сообщество для особенных детей «Солнце для всех». Загляните на их страничку солнцедлявсех.рф Вопрос второй – где отыскать достойное медицинское сопровождение? С информацией по этому поводу могут помочь в пациентских организациях. Не лишним будет и выход на всероссийские объединения и благотворительные фонды. Лидер движения «Я не лишний» Ольга Погодина делится. Возила дочь в столицу и консультировала в профильном центре бесплатно. Для семей иногородних, не в Москве, которые проживают, есть возможность просто получить консультационную поддержку раз в полгода, продиагностировать ребенка, какой этап развития, и, соответственно, специалисты там выдают рекомендации, чем нужно заниматься, как заниматься. Программы помощи детям с синдромом Дауна расписаны на сайте фонда Downside Up. Вопрос третий – как справиться с собственными психологическими проблемами? Ведь многие мыслят так – рождение особенного ребенка – это крест на своей жизни, а тем более карьере. А вот тут необходим позитивный опыт посвященных. Я думала, все, моя жизнь закончена, я теперь не смогу жить нормально, я не смогу идти на работу, я все время буду во всем заниматься его здоровьем. После того, как Кирилл родился, я очень долго не могла, на самом деле, прийти в нормальное состояние, в то, в котором я сейчас нахожусь, слава богу. Мне кажется, год, наверное, был очень тяжело, и, честно говоря, были даже такие опасения, что вот на улице даже, может быть, где-то стыдно было с ним выходить. Не даже стыдно, а был страх, что люди будут пальцем показывать, то есть очень много было предрассудков по этому поводу. Ну, как, собственно, и у многих людей вообще в нашей стране, очень много предрассудков по поводу детей с синдромом. Это все от незнания, на самом деле. Когда начинаешь изучать информацию, когда начинаешь вникать в это все, становится намного легче. И как раз вот эта вот основа информационная, так скажем, вот когда ты уже для себя разрешил какие-то вопросы, она уже дает поле для принятия вот этого уже в глубине души. То есть вот это вот безусловная любовь, и когда ты понимаешь, что разницы нет. Какой у него синдром, какие у него хромосомы, какие у него глаза, руки, уши. Это твой ребенок. Многим родителям особенных детей после постановки диагноза кажется, что их мир рухнул. В такие моменты особенно важно знать – вы не одни. Настало время действовать, и мы поможем. Во-первых, нужно обязательно оформить инвалидность по диагнозу. Да, это слово пугает. Но важно понимать, какую помощь ребенку оказывает государство. Выплаты пенсии, пособия по уходу и льготы. Обеспечение. Лекарственное, санаторно-курортное. Средствами реабилитации. Специально адаптированное образование. Ведь самое главное – как можно скорее начать реабилитацию. Помните, восстановительные возможности детского организма очень высоки. Ваша задача – вовремя ему помочь в этом. В Ульяновске ваш малыш может получить курсовое лечение сразу в нескольких государственных городских больницах по адресам. А в семейном центре «Солнце» родители могут пройти обучающий курс лечебной физкультуры и арендовать специальные реабилитационные велосипеды и другое полезное оборудование. Солнце для всех. Вместе мы сможем изменить жизнь наших детей к лучшему. Больше полезной информации вы можете получить на форуме детиангелы.ру Рецепт здорового образа жизни в каждой стране свой. Например, в Швеции это постоянная двигательная активность. Честно говоря, наплевательское отношение к мелким болячкам и осознание того, что больничный встанет тебе в копеечку. Само пройдет, говорят шведы, и бегут себе дальше. В США здоровый образ жизни – это увлечение среднего класса. Именно его представители становятся завсегдатаями спортзалов и поклонниками правильного питания. В этой стране профилактика табакокурения начинается с детского сада. А вот население Китая невероятно активно. Умеет быстро расслабляться, чтобы хоть на несколько минут вздремнуть. А еще исключает из рациона вредные продукты и практикует иглоукалывание с массажем. У японцев формула такая – больше спать, меньше есть и постоянно работать головой. Ну что тут скажешь? Подходящее перенимайте и до встречи в спортзале. Гость сегодняшней рубрики «Будь в форме с репортером» – удивительный человек. Мастер спорта международного класса, победитель универсиады. Алена Курнаева-Полян. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Алена, вы всю жизнь в гимнастике. Сначала как спортсменка, сейчас как тренер. Расскажите, как все начиналось. Кто же привел вас в спортивный зал, в зал гимнастики? Конечно, в зал меня привела мама. Другого выбора у меня просто, наверное, не было, как у любого ребенка-тренера. Началось все с спортивного зала, затем мама была немножко против то, что я занималась спортивной гимнастикой и отдала меня в художественную. Там я выступала на парочку соревнований, но поняла, что это совсем не мое. И так я вернулась в спортивный зал именно спортивной гимнастики. И не жалея о своем выборе. Вот посмотришь на вас, с такой легкостью вы порхаете над снарядами, а каких усилий требует? Вот с чем приходится сталкиваться с гимнастиком, чтобы добиться этой легкости? Гимнастика – это вообще сложный вид спорта. Нам приходится и терпеть и боль, и те же самые слезы. Допустим, на брусьях – это мозоли, которые нужно лечить и терпеть. И любые травмы, в принципе. Ну, каждодневные тренировки бывают и по два раза в день. Вот, поэтому это сложно. В спортивной гимнастике несколько видов упражнений, да на разных снарядах. А был ли у вас любимый снаряд? А может быть, был такой снаряд, которого вы боялись? Любимым снарядом я могу назвать и больные упражнения. Мне хорошо они давались, мне нравилось танцевать, делать карбатику. А также давалось мне хорошо бревно. Не боялась, можно сказать, высоты, не боялась тонкости бревна. А вот сложным снарядом для себя назову брусья. Мне очень было страшно делать перелеты, именно вот полет такой вот. Ну, мне почему-то было страшно. Однажды на Олимпийских играх Светлане Хоркиной, нашей знаменитой гимнастике, пришлось выполнять упражнение прыжок через коня, который был аж на целых 5 сантиметров ниже нормы. А в вашей жизни бывали какие-то трудные или, может быть, курьезные случаи? Таких трудностей, как у Светланы Хоркиной, у меня не произошли в жизни спортивной. Был немножко другой, другая ситуация на брусьях, когда подготовка к брусьям исполняется разным образом. Я выполняю упражнения на бинтах, а другие девочки, допустим, на накладках. И жерди готовятся разным способом. Так вот, я не успела подготовить снаряд и выступала, держась за зубами просто за брусья, чтобы выполнить всю комбинацию. И потом целую неделю у меня болели сильные руки. Алена, я помню, у вас совсем маленькая девчонка и с горящими глазами. Вы сейчас тренер. А вы что делаете, чтобы глаза ваших учениц горели огнем, когда они приходят в зал гимнастики? Я стараюсь на собственном примере, во-первых, показать. Даже что-то могу еще и показываю. И стараюсь им преподнести всю сложность гимнастики, что они должны ответственно подходить к этому виду спорта. И любить этот вид спорта. Есть много версий и мнений. Спортивная гимнастика все-таки это больше женский вид спорта или больше мужской вид спорта? Мне кажется, что гимнастика не имеет пола. Но, как многие отмечают, что женская гимнастика все-таки она такая суровая. За счет своих элементов и, как бы, может быть, малограции. Но я считаю, что гимнастики самые стройные, самые красивые и обаятельные. Вы недавно начали судить соревнования. Вы недавно начали изучать английский язык. Вы мама детей, в конце концов. Где черпаете время? Как вам все это удается? И зачем все это вам нужно? Правильно вы подметили. Я недавно стала мамой. И вышла на работу. Стала судить, ездить. Хочу получить высшую категорию. И быть разносторонним человеком. Поэтому я считаю, что материнство – это никакой не крест на себе. Это продолжать развиваться, продолжать уложил ребенка и вперед за учебники, книжки и так далее. Поэтому это не предел. Если у вас есть вопросы или пожелания, обязательно пишите 432-001, Ульяновск, Федерация 4, Репортер 73, Телефон и редакции 304073. И обязательно загляните на сайт www.reporter73.tv, а также во все аккаунты наших соцсетей. Ну а мы увидимся через неделю. Будьте здоровы! Всегда ваш доктор Малинин. Продолжение следует...